На каком основании? На каком основании? Подскажите, на каком основании? Вы говорили про правовое государство, да? Я готова уже закон нарушать? Да, готов. Жители поселка Черемшанка уже два дня сидят без света и воды. Люди рассказывают, что энергосбыт отключил электроэнергию ночью, без предупреждения. Теперь люди не могут помыться, приготовить еду и полить огород. А если все засохнет, жители и вовсе останутся без запасов на зиму. Скорую ты не вызовешь, потому что у тебя здесь не работает. Продукты негде хранить. Вот ты отравился, скорую не вызовешь. Это все же связано с электроэнергией, а потом уже вода. Отключили электричество в СНТ за задолженность. Оказалось, что жители и председатели общества вовремя не заменили приборы счетчиков и не сделали поверку. И об этом говорят, их никто не предупредил. По закону специалисты ежегодно должны проверять электрические подстанции, но по словам жителей, с проверкой последний раз специалисты приезжали 9 лет назад. Дачники рассказывают, перед тем, как отключить электричество, были даже суды. Но о них люди узнали уже позже и не присутствовали на заседаниях. А теперь сумма долга 5,7 миллионов рублей. Мы хотим просто того, чтобы Красноярский энергосбыт понял, что мы не коммерческая организация. У нас нет, мы не получаем прибыли. У нас нет просто взять и заплатить 6 миллионов. А они оставили 40 семей, которые проживают здесь на постоянной основе. И люди, которые приезжают здесь в летний период, просто без возможности, я не знаю, элементарной, свои нужды удовлетворить, то есть без электрической энергии. Любовь Ифанасьева тоже оказалась в такой непростой ситуации. Она круглый год с мужем живет на даче. Женщина рассказывает, платит за свет каждый месяц, а теперь нужно платить еще. И сумма в этот раз гораздо больше. Сегодня жена председателя пришла и сказала, собирать нужно по 15 тысяч рублей с человека. В самом энергосбыте рассказали, что еще в 2017 году измерительный комплекс на электростанции в СНТ признали непригодным. Но тогда в руководстве СНТ никто не ответил. После этого компания стала считать киловатты расчетным способом, а не как раньше по показанию счетчиков. Вот и набежала сумма, а люди платили не за то. Вчера к нам приезжал председатель данного СНТ, мы с ним разговаривали. И ПАО Красноярский энергосбыт со своей стороны готовы пойти на встречу и рассмотреть вариант рассрочки. Они что-то оплачивали по приборам учета, но на сегодняшний день то начисление, которое произведено расчетным способом, оно законно призвано всеми судами и, соответственно, должно быть им им оплачено. Этой ситуацией уже заинтересовался Следственный комитет. Ведомстве новостям ТВК рассказали, что энергосбыт не имел права отключать электроэнергию там, где прописаны люди с детьми. Анна Петрова, Николай Чистяков, Новости ТВК.